Вы много просили меня сделать презентации не только на модели BMW, но и на модели конкурентов. Ну и сейчас я считаю, что наконец-то настало то время, когда можно действительно позариться на презентации не только автомобилей BMW, поскольку я уже много разных моделей, модификаций, все что мог, показал, рассказал вам о BMW. Про прямых конкурентов толком ничего, во всяком случае, вам не показал, не рассказал. И если уж я говорю про BMW и показываю, насколько это хорошие автомобили, то справедливости ради, конечно же, надо показывать, насколько хорошие автомобили делают конкуренты. Чем они хороши, чем они плохи, в том числе, не без этого. Чем BMW плоха на фоне конкурентов, потому что, опять же, когда я говорю про свои презентации моделей BMW, естественно, я, в том числе, как продавец, как поклонник, как любитель, как владелец автомобиля BMW, отношусь к этим машинам как к чему-то родному. Поэтому мне очень сложно критиковать и говорить о BMW плохо. Это первый момент. И второй момент, конечно же, очень сложно находить какие-то недостатки, когда тебе не с чем сравнить этот автомобиль. Но сейчас, когда у меня есть возможность и есть доступ к многим, во всяком случае, конкурентным маркам в рамках нашей компании Avilon, я могу показать, чем же один или другой автомобиль, марки Mercedes, марки BMW, Audi, еще некоторые другие марки, будет лучше или хуже. И, опять же, когда я буду показывать эти презентации, я хочу постараться максимально объективно донести до вас информацию о том или ином автомобиле, оставив субъективизм все-таки где-то на стороне. Если вы меня будете замечать на 100% субъективизме, то есть я что-то оценю нетрезво и буду явно завышать оценки BMW и занижать конкурентов, вы обязательно пишите в комментариях, чтобы я это старался в будущем убирать. Но я, по возможности, так или иначе, буду пытаться быть объективным. И, к примеру, такие вещи, как удобство посадки или дизайн, наверное, имеет смысл отбросить в сторону и не обращать на такие вещи внимания, поскольку это будет чисто мое личное мнение. Но, к примеру, материалы, отделки и какие-то другие моменты, они вполне могут быть объективными, поэтому на фоне BMW, как продавец BMW, как владелец BMW, как поклонник BMW, на фоне BMW я буду такие вещи отмечать и говорить, чем же, к примеру, конкретно автомобиль Mercedes лучше или конкретный BMW будет хуже, и наоборот, чтобы вы все-таки как потенциальные покупатели той или иной марки автомобиля, как, в принципе, мои подписчики могли понимать, в чем же действительно отличие между этими автомобилями, потому что нет сугубо плохого автомобиля или только хорошего. Всегда есть определенный набор опций, положительных и отрицательных, которые выливаются уже в готовый продукт, в готовый автомобиль, который, несомненно, сам по себе просто шикарный. Любой автомобиль вы возьмите, там, будь то А-класс, будь то, не знаю, там, BMW первой серии, там, X1, Audi, A3 и так далее, неважно абсолютно, каждый автомобиль сам по себе, конечно же, хорош. Но в рамках данной серии презентаций, конкурентных марок, как я уже сказал, я буду отталкиваться так или иначе от сравнения с BMW, поскольку это интересно и мне, и, я надеюсь, вам, моим подписчикам данного канала. Поэтому приступить, начать, я предлагаю вот с этого красавца. Всем привет, это Ассатура. Сегодня в Mercedes-Benz легенда, принадлежащей автомобильной группе Avalon, буду демонстрировать вам, снимать презентацию на вот этого красавца AMG GT63S Firmatic+. Машина очень красивая. Честно скажу, по моему личному мнению, вот на сегодняшний день, среди всех моделей Mercedes, вот именно этот автомобиль я считаю самым красивым и самым близким по своему дизайну, по своей идеологии к автомобилям BMW. То есть, это такая прям мощная, заряженная рогатка, очень красивая, динамичная, стремительная, харизматичная, самое важное. И не лишённый именно такой классической по меркам BMW агрессии автомобиль, но только не относящийся к автомобильной марке BMW, а являющийся продуктом Mercedes-Benz и AMG в частности. Под капотом V8 объёмом 4 литра, выдающая 639 лошадиных сил и динамику, невероятную динамику 3,2 секунды до сотни, во всяком случае заявленную, с максимальной скоростью 315 км в час. То есть, это действительно очень выдающиеся параметры, характеристики, которые, ну, мало кто сейчас в таком классе может обеспечить. Тем более, если учесть, что здесь 4-х, либо 5-местный салон. То есть, есть вариации компоновки внутреннего убранства. Внешний цвет красивый, темно-серый. То есть, мы соотносим его, к примеру, с расцветкой BMW, очень похожий на цвет серый Софиста. То есть, тоже такой глубокий, насыщенный серый цвет. И интерьер тоже отделан кожей Nappa, опять же, сероватого оттенка. Здесь версия First Edition. То есть, это те самые автомобили, которые в течение года после производства имеют некоторые внешние отличия, внутренние отличия. Жёлтые отделки по салону, жёлтые ремни, какие-то нитки, там, нулевые метки и так далее. По внешней отделке здесь тоже есть моменты. Дополнительный пакет внешнего глянца, Night Pocket. То есть, у нас много-много чёрного глянца. В BMW, как вы помните, это называется Shadow Line. У Mercedes это преимущественно называется Night Pocket. То есть, у нас получается, если мы посмотрим на переднюю часть автомобиля, есть крупная такая губа по центру, с чёрным глянцевым обрамлением, лезвие проходит через всю длину переднего бампера и заходит на боковые элементы, поднимается вот так вот вдоль колёсных арок. Честно, я не знаю, насколько это эффективный аэродинамический инструмент, но визуально делает он, конечно же, кузов немного шире, именно в нижней части. Тем самым воспринимается машина более приземистая. По бокам у нас такие довольно крупные воздуховоды, за которыми находятся дополнительно радиаторы, скорее всего, охлаждения, коробки передач, либо турбины в том числе. Причём, если посмотрите, здесь у нас большие именно такие поперечины, вытянутые, через которые ладошка проходит, но при этом, чтобы сами радиаторы не страдали, уже с завода установлена такая вот дополнительная сеточка. Единственное, я не понимаю, она металлическая или пластиковая, но, скорее всего, всё-таки пластиковая. То же самое у нас сделано и с левой стороны по ходу движения. Нижняя часть, нижняя вставка бампера имеет активные решётки. Они здесь вертикально открываются по необходимости. Если автомобилю требуется дополнительное охлаждение, то, соответственно, он их приоткрывает. Ну и огромная звезда по центру, она, как уже принято на многих новых моделях, в том числе именно линейки Mercedes, она стеклянная, за ней находится активный радар круиз-контроля. Причём, насколько я понимаю, здесь интегрирована система обогрева по аналогии с нитевым обогревом лобового стекла. То есть, если вы смотритесь, там видны такие нити. Соответственно, вся зона вот этого активного круиз-контроля радара, она будет в зимнее время обогреваться, чтобы не налипал снег, не замерзал радар и при этом мог функционировать даже в такую достаточно суровую зиму. В BMW сделано по аналогии, но там радар находится в нижней части бампера и тоже имеет такую специальную площадку защитную, которая в зимнее время обогревается. Оптика светодиодная, мультибим, то есть это адаптивные светодиоды, можно сказать, матричные, которые могут абсолютно как угодно направлять пучок света, обтекать встречные попутные автомобили. Здесь, как вы видите, есть две линзы. Соответственно, большая линза, вот эта внешняя, и еще одна линза внутренняя. Обрамляет это все очень красиво. Диодная полоса, такая в виде, в виде кавычки смещенная к центру. Причем вот именно такой дизайн ходовых огней у текущих моделей Mercedes мне нравится больше всего. Постоянный язык, хочется сказать, BMW уже настолько натренировался, что Mercedes сложно выговаривать. Но оптика, согласитесь, смотрится красиво. Причем именно хорошо она подходит под вот эту чисто AMG-шную решетку AMG GT. Опять же, если мы говорим про версию четырехдверную AMG GT, она визуально по дизайну максимально постаралась копировать ту самую настоящую AMG GT. Кто не помнит, это двухместный двухдверный родстер с очень длинным капотом, который пришел на смену модели SLS AMG, на смену там в свое время SLR AMG. То есть такая линейка заряженных, больших, дорогущих, мощных родстеров. Так вот, AMG GT, конечно, по внешнему визуалу пытается походить на четырехдверную версию. Того самого родстера по факту, конечно же, это не так. Эта машина, на самом деле, построена на той же платформе, что и E63, на той же платформе, что и CLS, и имеет с ними намного больше общего. Но визуально по дизайну, конечно, передок чисто AMG GT, и даже сзади, если мы посмотрим, что форма фонарей, что форма, в принципе, задней части автомобиля, имеет явные отсылки к модели родстер. Но по факту, когда вы видите этот автомобиль вживую, когда понимаете его габариты, и если вы имеете представление, что такое именно родстер AMG GT, то, конечно же, разница будет очевидна, этот автомобиль ощутимо крупнее, даже вот так вот в пропорциях передней и задней части. Ну, а средняя часть, это, наверное, не свойственно все-таки для Mercedes профиль, который в себе сочетает дизайнерские элементы, может быть, даже заимствование, как от Panamera, в том числе, в большей степени, мне кажется, что это соотносится, наверное, со смещенной кабиной, она вся смещена к задней части автомобиля, с покатой крышей и таким поджатым хвостом. То есть вот именно такой дизайнерский элемент очень напоминает модель Panamera. Panamera, но есть какие-то нотки и, к примеру, вот Audi A7 лично я вижу касательно вот этой задней стойки, потому что, опять же, этот элемент дизайна не совсем свойственен именно модели Mercedes. Я уже не говорю про вот такие выпирающие объемные колесные арки, которые, опять же, возвращают нас к моделям Porsche. То есть ассоциация с Porsche, ассоциация с Audi A7. Но самое удивительное, вот лично я, конечно, в этом плане, почему, собственно, я сказал, что мне эта модель больше всего нравится по дизайну, то что, когда ты смотришь на автомобиль в совокупности, ты в целом, ну, можешь этот автомобиль ассоциировать именно с маркой Mercedes. То есть передняя часть, понятное дело, да, там решетка, звезда, это все уже знакомо. Если мы ее закроем, все равно, когда ты смотришь на какие-то изгибы, элементы кузова, колесных арок, вот элементы капота, линии капота, это чисто Mercedes, когда ты смотришь, к примеру, на боковины, то, как сделаны вот эти рельефные переходы, ну, в большей степени, наверное, это касается поясной линии через ручки. То есть аккуратные, мягкие обводы, именно такие, больше чувствные, нежели чисто инженерные. Тут ты не ощущаешь здесь линии, здесь не рисовал дизайнер, здесь дизайнер брал макет и лепил при помощи глины, лепил именно в натуральный размер живой макет автомобиля, чтобы прочувствовать эти линии. Вот в этом, на мой взгляд, лично чувствуется дизайн Mercedes вот во платье, как он есть. То есть машина воспринимается, конечно, визуально очень, очень спортивно. Над ней явно работали вживую, не только на компьютере. Передние колесные арки, ну, в целом дутые, не могу сказать, что это самые раздутые передние арки, которые я видел, нет, но вполне приличные, чтобы ассоциировать такую машину именно с заряженной линейкой такого топа автопроизводителя. По поводу порогов, они здесь также имеют вот такой аэродинамический черный глянцевый элемент, проходящий через всю длину нижней части порога. На крыльях есть псевдожабры. Это просто заглушка, никаких воздуховодов здесь нет. Черная глянцевая вставка. Ну и надпись, красивая надпись, V8 Biturbo, Firmatic Plus. Плюс означает, что это не постоянный полный привод, а это подключаемый привод. То есть у нас основной момент уходит на заднюю ось, передняя ось подключается через магадивскую муфту, причем с возможностью отключать передние колеса в режиме Drift Mode. То есть машина превращается в дрифтовый спорткар, и можно наворачивать пятаки, ездить только на заднем приводе. Вот та самая фишка, которая в том числе и доступна для E63 S. Она здесь тоже присутствует. Пока мы далеко не ушли от колес. Ну, конечно, колесные диски AMG стиль всегда были достаточно интересными, красивыми, хотя, на мой взгляд, немного консервативными с точки зрения разнообразия дизайна. Они все плюс-минус вот с такими скобочками, но при этом на удивление годы идут, а диски смотрятся все равно классно. Плюс очень интересный момент, то, как решена центральная ступица. Вот эта крышка, крышечка, она прикрывает сами болты. Визуально это смотрится, конечно, спортивно. Плюс за счет вот этих черных внутренних элементов отделки создается ощущение, что спицы совсем тоненькие и что здесь минимум металла и только вот такой один основной болт, как на формульных автомобилях, как на других спорткарах и чисто таких гоночных машинах, где просто один болт откручивается и снимается колесо. Конечно, это просто имитация, но, опять же, выглядит довольно симпатично. За ними спрятаны карбонокерамические тормоза. Стоимость этих механизмов около 800-900 тысяч рублей. Да, видно карбонокерамический диск. Говорит, что он симпатичный, наверное, глупо. Понятное дело, что кто разбирается, для него это смотрится просто шикарно. Но самое важное, это суппорта, это тормозные механизмы. Здесь у нас они окрашены в такой желто-золотистый цвет. Если вы помните, как это сделано в BMW, там оттенок чуть светлее. Здесь, давайте с другой стороны покажу, здесь он более насыщенный, такой желточный цвет. Сам суппорт имеет шесть поршней, то есть шести поршневой суппорт, неплохого диаметра тормозной диск, хотя не могу сказать, что какого-то рекордного размера. Но и при этом, я думаю, что с точки зрения торможения, с точки зрения остановки автомобиля, эти механизмы должны справляться неплохо. Единственное, что сзади стоит просто фиксирована скоба, то есть не двух, не четырех поршневые механизмы сзади, а просто обычная фиксирована скоба и относительно небольшой тормозной диск, учитывая, что это карбонная керамика, понятное дело, что этих тормозов все равно машине хватит за глаза, но просто визуально, конечно, сюда, вот в такой огромный, 21-й, кстати, дюйм, просится что-то чуть покрупнее. Но это, опять же, просто просится, поскольку мы привыкли видеть, мы привыкли, в принципе, к максимализму. А здесь, наверное, все-таки самодостаточность некоторая. Продолжаем обсуждение дизайна. Боковины кузова, как я уже сказал, верхняя линия достаточно плавная, а вот нижняя уже имеет более четкие границы. Если, к примеру, машина была бы белого цвета, я думаю, этот элемент смотрелся бы на контрасте более выразительно. Здесь серый немного съедает объем, причем даже наклейки, которые здесь по факту есть, матовые вдоль всего нижнего, вот это не то чтобы порога, а линии двери, они практически сливаются с цветом кузова автомобиля. Ну и за счет того, что задние арки расширены, как и на многих других заряженных моделях, в том числе и на BMW, вот эти элементы, они имеют заводскую оклейку защитную, чтобы меньше страдали от летящих камней и грязи из-под передних колес. Ну и, соответственно, чтобы банально дольше прожил этот элемент кузова. Окантовка окон черный глянец, тот самый Night Packet, плюс, опять же, этот пакет себе включает заднюю тонировку. То есть у нас вся задняя половинка, она затонирована примерно на уровне 30% светопропускаемости. Плюс-минус, я думаю, что так. Поправьте, если ошибаюсь. Ну и задняя часть. Что, на мой взгляд, самое интересное, самое свойственное, это то, как исполнена вот эта стойка крыши, именно линия крыши. Она плавная, без каких-то явных изгибов. От передней части, от передней стойки, плавно вот так вот не спадает, вплоть до спойлера. То есть не где-то здесь посерединке, не в начале, там не в районе задних седоков, а линия крыши уходит вплоть до практически самого заднего бампера, задней части машины. И как раз из этого дизайнерского элемента складывается общий силуэт, такой спортивный, достаточно поджатый и немного ассоциирующийся с моделью Panamera. Но так иначе дизайн вот этого автомобиля, MG GT, в четырехдверной версии. Ну и задняя оптика имеет по современным меркам очень симпатичный дизайн в виде таких аккуратных, тонких, длинных огней, максимально расставленных широко от кузова. То есть здесь, если посмотрите, они не смещены к центру, к значку, а постарались их увести максимально вбок. И при этом они достаточно сильно заходят на уже непосредственно боковую часть автомобиля. По ним проходит длинная диодная полоса от края до края, плюс загибается в обратную сторону. Ну и здесь же находится много-много диодов, которые выполняют функцию поворотников. Там, скорее всего, задний ход там же загорается. Ну а ниже у нас катафотки с дополнительными элементами. Я так понимаю, вот это у нас задний противотуманный фонарь. Сам задний бампер и выхлопная система, она может немного отличаться в зависимости от исполнения. Патрубки, их всегда четыре штуки, но они могут быть как круглой формы, так вот такие ромбовидные, как здесь. Ну и плюс у нас добавляется еще один аэродинамический элемент в виде черной глянцевой такой полосы по низу бампера и четырех вот этих поперечин имитации того же диффузора. В простой версии, насколько я знаю, там будет три вот таких вот поперечинки. Опять же, за счет серого цвета немного эти все черные элементы, они сливаются воедино на каком-нибудь белом, там серебристом, либо другом цвете, ярком. На контрасте смотрится очень круто. Серый слегка съедает, то есть он, на мой взгляд, хоть и красивый, но не самый броский вариант окраса для вот этой модели. Кстати, сама юбка диффузора, если помните, в BMW она, как правило, либо темно-серая, либо в версии Competition она идет черное-глянцевое. Вот здесь сделано примерно так же, то есть у Mercedes топовая линейка это S-Liter 63S. И вот здесь она тоже идет, вся юбка, нижняя часть черная-глянцевая. С точки зрения звуковыхлопа обязательно дам вам послушать. Ну а пока продолжим еще по дизайну. Вот здесь по бокам от бампера есть, опять же, современная такая тенденция, фишка псевдовоздуховоды. По факту никакой функции именно аэродинамической они не выполняют, но по дизайну, конечно, смотрится нарядно. Действительно нарядно. Опять же, возвращаясь к светлой окраске кузова, вы просто представьте, как это все будет смотреться. Черный диффузор, перетекающий, уходящий вниз бампера, черные вот эти кавычки, загнутые и спойлер. Ну и, собственно, сам спойлер. Это тоже отдельная опция. Он может быть либо обычный, такой выдвижной, в обычном положении он, соответственно, убирается вниз, и просто у вас такой четкий силуэт в задней части автомобиля. Либо вот такой вот дополнительно карбоновый, причем у него, как вы видите, по шестигранникам изменяемый угол атаки. То есть его можно подкрутить и, видимо, выставить в более такое наклонное положение, чтобы сильнее загружать заднюю часть автомобиля, чтобы она лучше прилипала к дороге. И, к примеру, скорее всего, при движении где-нибудь по треку, это может дать вам дополнительные килограммы загрузки задней оси. Она лучше будет прилипать к дороге, ну и быстрее проходить какие-то активные маневры, повороты. Ну и так далее. Вести себя, конечно же, более предсказуемо с точки зрения спортивной езды. И на удивление, спортивная езда, это как раз именно про этот автомобиль, потому что он показал по северной петле довольно рекордную цифру для такого, можно сказать, гражданского четырехместного заряженного автомобиля. Насколько я не ошибаюсь, это 7 и 25. 7 минут 25 секунд. Прохождение круга, что очень круто. Это действительно круто. Для понимания, обычная версия М5, ну, если я не ошибаюсь, по-моему, как раз там была обычная М5, не Competition, то же самое, ту же самую северную петлю проехала за 7 минут 39 секунд. То есть разница более 10 секунд. И эта разница берется не из того, что здесь больше максимальной скорости или больше лошадиных сил. В большей степени эта разница выходит из-за подвески. То есть из-за того, что автомобиль банально быстрее может проходить повороты. И, собственно, стоит вопрос, а что позволяет ему быстрее проходить повороты, чего нет у М5? И, казалось бы, М5 крутой автомобиль, это чисто машина про повороты. Ну, как Мерседес может быть быстрее? Все просто. Все просто, поскольку здесь стоит полноуправляемое шасси. То есть по аналогии, к примеру, вот чтобы вам было понятнее, что это такое. Я много рассказывал по 8 серии купе, снимал тест-драйв Point of View про 8 серию купе. Так вот там, если помните, у нас были подруливающие задние колеса. То есть задние колеса могут отклоняться на несколько градусов внутрь, либо наружу. Ну, то есть поворачивать в обратную, либо в ту же сторону, что и передние колеса, тем самым меняя как бы такую вот виртуальную колесную базу автомобиля. Делая ее больше, либо меньше по необходимости. И за счет вот этой опции автомобиль в поворотах становится чуть более цепким и позволяет повысить скорость прохождения поворотов. Так вот здесь, на этой модели AMG GT такая подвеска стоит по умолчанию. То есть задние колеса подруливающие. И это реально заметно. Опять же, я вам покажу, как эта функция работает. В отличие от BMW, она даже в статике отклоняет колеса. Это прикольно смотрится. Так вот, за счет этой опции в том числе машина проходит повороты действительно неплохо. Цепляется за дорогу прилично на уровне, я думаю, что сопоставимо с хорошими моделями Porsche. И отсюда вышли те самые цифры. Подождем выхода M8, купе M8, Grand Coupe, посмотрим, что они покажут в той же дисциплине. Но там нет подруливающих задних колес. BMW считает, что вот эта опция подруливания задних колес, она немного лишняя для такого драйверского автомобиля, потому что она сбивает вас с толку. С точки зрения повседневной эксплуатации, с точки зрения активной повседневной эксплуатации далеко не профессиональным водителям, а таким относительно гражданским, рядовым, стандартная подвеска без подруливания, она все-таки более предпочтительная. Она лучше выполняет свои функции и дает больше прямых ощущений. Но когда мы говорим все-таки про эксплуатацию не только сугубо спортивную, но и городскую, наличие подруливающей задней оси как минимум дает вам большую маневренность. То, что я рассказывал про восьмую серию. Здесь это все есть, и плюс пневма, которая может приподниматься на 1-2 см, насколько я знаю, тем самым добавляя автомобилю некоторой проходимости геометрической, потому что по умолчанию 122 мм дорожный просвет. И в целом машина не такая уж плохая. В городе достаточно комфортная по отзывам, опять же, комфортнее, чем Панамера. Это я все оттолкиваюсь от отзывов. К сожалению, у меня возможности поездить на таком автомобиле не было. Ездил на Е63С, на М5, Competition на М5, на Панамере ездил тоже заряженных, на МГДжете пока не ездил. Но так и иначе по отзывам в целом вполне такой адекватный уровень комфорта, хотя М5 от моих же клиентов я слышал не раз, а М5 чуточку комфортнее. Ну и достаточно по внешности, тем более, что это Мерседес, а это означает, что по салону здесь тоже есть на что посмотреть. Ну, собственно, по отделке, как я уже сказал, это у нас кожа на по, то есть гладкая, достаточно такая мелкая, чистая, приятная кожа, причем по традиции Мерседес она довольно сильно заходит на боковины, вот эти элементы целиком у нас тоже зашиты в коже. Ну и здесь у нас стоят мультиконтурные сидения, ковши, то есть они с одной стороны имеют такую достаточно спортивную тонкую форму по спинке, но при этом довольно много регулировок с точки зрения того, что есть настройка как боковой поддержки, так и поясничной подпорки, коленная опора выдвигается тоже, причем электроприводом. Ну, то есть в целом сидения в плане настроек неплохие, а уж с точки зрения именно внешнего вида просто посмотрите на то, какие здесь высочены вот эти боковые поддержки зоны бедер, то есть реально одни из самых высоких, которые я видел, но расставлены они относительно широко, поэтому не сильно навязчивые и сидится в целом в этих сидениях неплохо, хотя опять же лично мне как поклоннику BMW не достает настройки верхней части спины и сами сидения немного воспринимаются такими блочными, то есть как будто собранными просто из блоков, особенно вот эта часть спинки, она как-то по ощущениям все-таки немного просит чего-то иного. с точки зрения отделки дверных карт верхняя часть здесь тоже зашита в гладкую кожу напа с контрастной желтой строчкой, та самая отличительная особенность версии First Edition. Интерьерные планки идут под карбон, причем решение очень интересное, потому что это карбон, который, ну как я понимаю, покрыт лаком, но при этом таким матовым лаком. Если помните, я недавно снимал презентацию на BMW M2 Competition, там тоже были карбоновые планки в интерьере, тоже матовые, но они были именно рельефные, то есть там был такой фактурный карбон, воспринималось это все очень интересно, необычно, а здесь у Mercedes вроде тоже матовый карбон, но решен он именно в таком гладком оформлении, то есть по сути отличие от лакированного карбона только, видимо, в таком матовом покрытии. Конечно же, симпатичная отделка и аудиосистема Burmister, динамики довольно красивые, то же самое касается вот здесь нижней части дверей идет большой длинный то, что как правило они находятся где-то вот в этой средней зоне, а пищалки наоборот смещены выше, в BMW как правило это сделано так, но здесь вот именно таким образом решили, то есть у вас динамик играет где-то вот с этой зоны, зоны средней стойки. Это что касается дверей, я еще покажу остальные динамики, звук действительно очень неплохой, это и не удивительно, но самое важное то, как это смотрится, смотрится на свои полмиллиона рублей, которые собственно за эту аудиосистему и просят. Интерьерные вставки здесь на центральный элементы зашиты все в гладкую кожу серого цвета, может показаться, что она черная, на самом деле она как любит Мерседес такого светло-серого цвета, ну и стеклоподъемники отделаны металлом, не знаю, пластик это под металл или все-таки настоящий металл, но во всяком случае смотрится неплохо. Нижние карты, нижние части дверей тоже натуральной кожи, вот она приятная, мягкая, ну и внутри здесь все зашито в такой довольно симпатичный ворс, что означает, что меньше будет что-то в них бренчать, если вы вдруг туда кинете там допустим те же самые ключи, почему бы и нет. Багажник естественно с электроприводом. Центральная часть, центральная консоль, торпеда, тоже зашита в гладкую кожу, здесь такой высоченный козырек, если помните, к примеру, как это сделано в Мерседесе, по-моему в Е-классе или в А-классе, уже даже вылетел из головы, там дисплей просто торчит, то есть никакой козырек его не накрывает, здесь же вот такой достаточно глубокий, сантиметров наверное на 10, козырек, который все это прикрывает, тем самым создает дополнительную тень, меньше будет бликовать монитор, центральный дисплей, там приборная панель, приятно, что над этим задумались, да и в принципе такая небольшая отсылка к классике 2000-х, сначала 2000-х, ну и проходит обрамление тоже с такой контрастной желтой прострочкой через всю длину торпеды, которая собственно плавно перетекает в дверные карты. Здесь конечно же два огроменных монитора, один из которых выполняет функцию приборной панели, такая достаточно красочная, много разных оттенков, голубой, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, какие только цвета я здесь не видел, то есть немного пестровато с точки зрения фанатов, поклонников BMW, но видимо вот текущая парадигма Mercedes именно об этом, то есть об эмоциях, каких-то ярких во всяком случае решениях с точки зрения мультимедийной системы и чуть позже я покажу почему это именно так. Здесь автомобиль в некотором плане создающий не только эмоции, не только настроение, но и некоторую ностальгию по вашей молодости, если вы особенно любили играть в компьютерные игры. Вернемся еще немного к дизайну интерьера. У нас длинная карбоновая вот такая полоса, конечно, поделенная пополам вот этим пластиком, но так иначе визуально по оформлению она как бы длинная, проходящая через весь салон. Тот же матовый карбон от края до края перетекает в дверные карты. С точки зрения дизайна мне нравится, как это исполнено. Это сделано как-то воздушно, с одной стороны и дорого, и достаточно современно, но и при этом некоторый уют вот во всем этом оформлении в высоком центральном тоннеле, конечно же, есть он реально высокий. Кожаная обшивка того же тоннеля, который перетекает в подлокотники кожаные, ну и еще карбоновые вставки в районе, вот так открывается, в районе подстаканников, они, кстати, достаточно глубокие. С одной стороны, не очень удобно сюда что-то положить и вытаскивать, потому что какая-то слепая зона, но хотя бы если что-то поставить, она не сильно будет мешаться. Хотя я думаю, что какая-нибудь полулитровая бутылочка или стаканчик, он все равно перекроет доступ к климатике. Блок климата немного, наверное, уже подустарел, то есть это дизайнерское решение, которое идет, наверное, с 222-го Мерседеса. Поправьте, если ошибаюсь, потому что не сильно помню, где конкретно такая стилистика началась. Но так или иначе, на новых моделях, к примеру, на том же ЦЛА новом, на ГЛЕ-Мерседесе, там дизайн блока климата поменялся и поменялся, по моему личному мнению, не совсем в лучшую сторону. Потому что, к примеру, здесь посмотрите, вот вы хотите, ну допустим, включить авторежим. Вы можете качать и вверх, и вниз кнопочку. То же самое вот с максимальным обдувом на лобовое. И вверх, и вниз эта кнопка срабатывает. Абсолютно, как бы вы ни нажимали, она срабатывает. На новых моделях почему-то кнопки могут нажиматься только вниз, и вверх и вниз качается только одна клавиша, по-моему, отвечающая как раз-таки за обороты. Немного такое сомнительное решение, хотя, опять же, это вопрос больше привычки, нежели там какой-то необходимости. Подстаканники без охлаждения, без подогрева. Здесь есть слот, как я понимаю, для ключа, чтобы он его, чтобы автомобиль его распознал, и 12-ти вольтовая розетка. USB разъема, ну, во всяком случае, я здесь не наблюдаю. Ну и дальше у нас, вроде, казалось бы, если вот так посмотреть, визуально неразбирающийся человек может подумать, что это просто какие-то иконки, лампочки, а по факту это кнопки, это кнопки быстрого доступа, они сенсорны, то есть у нас вот эта панелька, она вся единая, но при этом, как и на BMW, да, вот, собственно, поскольку они без какого рельефа, без какой-либо фактуры, можно было бы подумать, что они слепые, но на самом деле, вот смотрите, как и в BMW, есть тоже такая функция, когда вы подносите палец кнопкам, горячим кнопкам, только у нас это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, здесь это решено, таким образом, у вас появляется подсказка, которая демонстрирует, собственно, на какой пункт наведен палец, и это крутое решение, я об этом уже говорил еще в давнем, чуть ли не полугодовой давности обзоре BMW X5, когда он только появился, из-за вот этих слепых кнопок смены режима движения и так далее, то, что надо было сделать подсказку, которая при поднесении пальца показывала бы, за какую функцию эта кнопка отвечает, в Mercedes это сделали грамотно, очень красиво, наглядно, ну вот реально молодцы, хотя вот вся сенсорная история, я не любитель этого, но здесь решено именно так, что можно особо не парить, вот так вот, просто щелкая пальцем туда-сюда, выбрать нужную клавишу, единственное, что кнопка аварийки никак не реагирует, то есть сенсора не появляется, но зато она такая фактурная, нажатия и в принципе ее нахождение особого труда не составит, за этой панелью находится у нас тачпад, как вы знаете, на новых моделях Mercedes уже нету крутилки, шайбы типа нашего iDrive, а просто тачпад, решение с одной стороны сомнительное, потому что по такой же линейке идет, по такой же идее идет и Lexus, у него тоже тачпад, но там, конечно, все решено традиционно по-японски не очень грамотно, хотя это странно, японцы вроде передовые с точки зрения электроники, но вот именно в плане софта почему-то у них какие-то пробелы конкретные, во всяком случае, с точки зрения автомобилей, в Mercedes все то же самое, тоже тачпад, работает намного адекватнее, то есть здесь идет у вас тактильный такой вот отклик, то есть небольшой щелчок типа вибрации, звук тоже щелчки при переключении режимов, и сам интерфейс, я не могу сказать, что он прям супер дружелюбный, если мы сравним с BMW, в BMW, все понятнее, даже несмотря на то, что я как бы фанат BMW, знаток BMW и так далее, но даже не будучи таковым, в BMW логика меню более понятная, в Mercedes есть некоторая путаница, но согласитесь, оформлено все очень красочно, но действительно, пункты меню красивые, и когда вы начинаете в них копаться, здесь столько всего интересного, что можно залипнуть просто, не знаю, там на несколько дней, странно, почему здесь S-class, ну ладно, простим это, и есть много пунктов, к примеру, если вы хотите настроить сидение, а в частности, настроить поясницу, регулировку поясничной подпорки, странное решение, может быть, я, конечно, до конца не разобрался, а может быть, все-таки разобрался, но кнопки регулировки поясничной поддержки или боковой поддержки здесь почему-то нет, вам надо лезть в пункты меню, вот в частности, вот здесь, выбирать сидение, к примеру, сидение водителя выбрать, затем зайти в поясничную зону, и здесь уже, как вам нужно, выставить эти валики, кстати, срабатывает очень хорошо, действительно, быстро реагирует, прям чуть ли не моментально, поэтому сама система сделана, конечно, круто, единственное, что, конечно, надо вот так пошиться в меню, боковую регулировку зажимать, распускать и так далее, что слегка муторно, но это скорее дело привычки, еще из интересных вещей, которые я здесь нашел, ну, кондиционер, непонятно, это вентиляция, кстати, тут клавиши вентиляции, почему-то тоже нет, может быть, как-то через меню-то надо заходить, не готов сказать, динамик селект у нас, но больше касается ходовых качеств автомобиля, надо запускать двигатель, и вот интересная штука, трек-рейс, внимание, только для использования на гоночных трассах, появляется такая заставка, которая длится несколько секунд, и создается впечатление, что у вас включается компьютерная игра, причем это впечатление вас не покидает и дальше, когда вы начинаете ходить по этим пунктам меню, то есть смотрите, хронометраж, новая трасса, время круга, дрэк-рейс, ускорение, четверть мили, торможение, телеметрия, да, там всевозможная информация, окей, то есть такие вещи, которые, ну, создают впечатление реально, что вы просто включаете компьютерную игру, какие-то параметры смотрите, там, кто играл, всевозможные Need for Speed и так далее, для них это знакомо, а здесь не Need for Speed, это автомобиль настоящий, это реальные параметры, которые он готов вам показывать, то есть машина встроена, телеметрия, которая будет замерять там эффективность торможения, там дистанция торможения, ускорение, какие-то перегрузки показывать, в BMW реализованно попроще, есть похожая система, но реализованно попроще, молодцы в этом плане Mercedes, как-то пошли глубже дальше, вроде это заморочки какие-то, электронные системы, но почему бы не сделать, если вам софт и начинка автомобиля позволяют, а если вы не в курсе, современные машины имеют столько датчиков, что при желании можно выводить чуть ли не любую информацию, без необходимости покупать какие-либо там приборы измерительные и так далее, ну вот здесь немного грамотно в этом плане поступили, далее за тачпэдом у нас находится вот такой вот джойстик коробки передач, весьма необычный, хотя по логике своей работы в целом все здесь довольно просто, как и в BMW, полкачка, полный качок, то есть вот так раз, два, до упора нажимаете драйв, до упора толкаете задние передачи, паркинг, кнопка расположена как-то вот слегка в такой, ну не в слепой зоне, ну вот видите, не в прямой доступности, но опять же большим пальцем в целом труда не составляет его нажимать, ну и нету спорт режима, то есть сюда на себя толкнуть никак, спорт режим включить никак не получится, поскольку он активируется иными способами, вот теперь к этим способам мы и перейдем, для этого мне надо включить зажигание, и тогда у нас загорается, собственно, фишка модели AMG GT, чем она так интересна, тут у нас, как видите, четыре, здесь три, маленьких дисплейчиков, вот такие маленькие квадратные дисплейчики, каждый из которых отображает определенную функцию, и при этом сами дисплеи, это кнопки, то есть видите, вот мы нажимаем, у нас переключаются различные режимы, здесь мы меняем режимы движения, комфорт, спорт, спорт плюс, рейс, есть еще индивидуал, есть еще скользко, то есть скользкое покрытие, видимо, для более комфортной езды в зимнее время, интересная штука, далее вот здесь, этой клавиши мы меняем работу коробок передач, то есть драйв стандартный, либо мануальный ручной режим переключения, затем амортизация, спорт, спорт плюс, комфорт, и работа системы стабилизации, надо для этого завести двигатель, тоже два режима, как и в BMW, есть спортивная, и спид, то есть спортивная система стабилизации, видимо, дает немножко пробуксовывать колесам, слегка дрифтить, но контролируемо, и полностью отключена стабилизация, которая не вмешивается, во всяком случае, в теории, в вашу активную спортивную езду, с точки зрения, как бы, именно восприятия, это с точки зрения солидности, ну, это выглядит немножко ребячеством, но, опять же, целевая аудитория этого автомобиля, это достаточно, ну, молодые люди, обеспеченные, которые тогда, лет 10 назад, не знаю, 15 лет назад, ну, скорее, 10 лет назад, активно играли на своих ПК, или там, PlayStation и так далее, во всевозможные Need for Speed, и для них, вот такие иконки, вот такие кнопочки, маленькие дисплейчики, это реально ностальгия, то есть, у меня, у меня ностальгия, мне это нравится, я считаю, что это прикольная идея, прикольная задумка, хотя, когда я смотрел где-то там в обзорах, в журналах, это выглядело как-то, ну, действительно, по-детски, то есть, как будто, ерунда какая-то, по факту, вживую, прикольно, очень прикольно сделано, и, не банально, то есть, сейчас многие автомобили стали уж совсем банальными, консервативными, такими зажатыми, без каких-то фантазий, воображения абсолютно, вот в этом автомобиле, явно немного, но воображение включили уж точно, прикольная штучка, ну, и здесь, я так понимаю, это отключение системы старстоп, ну, и, собственно, активация более злого, звуковыхлопной системы, руль, руль, в BMW, у нас есть М-руль, достаточно классный, с толстым ободом, с гладкой кожей, не перегруженный кнопками, имеющий две крутых таких клавиши М1 и М2, позволяющие быстро включить заданные, запрограммированные вами параметры автомобиля, в Mercedes все сделано не то, чтобы немного иначе, все сделано абсолютно иначе, вот конкретно в этом автомобиле, руль имеет намного более тонкий обод, он сопоставим с обычным рулевым колесом, на многих других моделях, и BMW, и других автопроизводителей, но при этом полностью зашит валькантару, чисто спортивный материал, который, ну, как бы для неразбирающихся людей, смотрится прикольно, для тех, кто разбирается и знает, что происходит с этим рулем, через 20-30-40 тысяч километров, смотрится уже так, немножко сомнительно, потому что люди покупают такие машины и ездят без перчаток, а алькантара для этого и нужна на рулевом колесе, чтобы ездить в специальных перчатках, за счет чего у вас чуть ли не, ну, не стопроцентное, но очень высокий коэффициент сцепления, коэффициент трения с рулевым колесом, и руки не скользят, когда вы выезжаете на трек, важно, чтобы у вас руки по рулевому колесу не скользили, и для этого и нужна алькантара, то есть перчатки в алькантаре, и сам руль в алькантаре, и у вас очень цепкая схватка за рулевое колесо, вы можете маневрировать как вам угодно, а когда вы используете такое рулевое колесо в городе, без алькантаровых перчаток, оно со временем засаливается, у вас все эти элементы становятся такими, ну, во всяком случае, не очень лицеприятными, поэтому, скорее всего, потом достаточно быстро придется такое рулевое колесо перешивать, но это ладно, может быть, большинство владельцев АМГ за 15 миллионов рублей, я еще не говорил, но по именно 15 миллионов рублей стоит эта машина, большинство, наверное, это просто факт не волнует, и перешить руль уж точно ничего не стоит, здесь у нас есть нулевая метка, желтая полоска по центру, ну, и, собственно, сам руль, он такой, весь рублен, то есть есть скос по нижней части, для того, чтобы облегчить вам посадку, высадку из автомобиля, хотя по факту проблем с этим нет, и это больше дань моде, спортивным каким-то традициям, далее он таким шестиугольным, восьмиугольным образом, весь как бы закругляется, то есть абсолютного круга здесь нет, и даже, вот даже в этой линии, здесь скорее такие, именно угловатые формы, только верхняя часть, она слегка округлая, небольшой, абсолютно небольшой спортивный хват, подрулевые лепестки приятные, металлизированные, действительно такой классный металл, причем черный, глянцевый, здесь у нас понижение, здесь повышение передачи, в принципе, в принципе, да, это логично, подушка, вот это для меня самый удивительный момент, не понимаю, почему машина стоит 15 миллионов, подушка пластиковая, в трешке BMW, в G20, в обычной трешке, просто в М-пакете, вот эта подушка будет зашита в кожу, с приятной такой просрочкой, почему-то здесь, пока, может быть, не дошли до этого, я не знаю почему, но вот конкретно в этой модели, пластиковая подушка безопасности, что смотрится немножко, но сомнительно, сама форма руля, вот эти спицы, сдвоенные спицы, что-то такое, навевает авиационную тематику, смотрится круто, смотрится как-то вот свежо, интересно, россыпь кнопок, хоть и выглядит, может быть, на первый взгляд, как-то вычурно, по факту, пользоваться ими удобно, потому что вот эти все, как бы кнопочки, эти все отображения, индикации, они не имеют отношения к кнопке, это не сенсорные клавиши, это просто обычные, вот такие качалки, верхний, с которой крутятся, да, отмена, верхний скрутится, нажимается, то же самое касается этих кнопок, по центру расположен барабан, которым вы регулируете громкость, а выше уже сенсорные тачпады, этот тачпад отвечает у нас за непосредственно приборную панель, за дисплей, здесь тачпад у нас отвечает за мультимедийную систему автомобиля, то есть за правый дисплей, к ним еще немного позже вернемся, аналогично тут у нас активный круиз-контроль, с дистанцией до предыдущего автомобиля, вы можете ее задавать, качать этим джойстиком, и ниже самые прикольные две, вот таких вот интересных вставки, именно ответвление у руля дополнительных окошечка, похоже на Феррари, похоже на Порше, много у кого, наверное, сейчас появляется такая же история, но и вот Мерседес тоже не стал исключением, здесь справа регулируется режим движения, спорт, комфорт, спорт плюс и так далее, то есть все то же самое, что и делается с этой качалкой, но это опция, почему так сделано, ну потому что просто на ходу вот так вот реально удобнее переключаться, да и это опять же некоторый такой пафосный момент, которым можно похвастаться и просто выделиться, и с правой стороны, точнее с левой стороны у нас две клавиши дополнительные, одна из которых меняет настройки подвески, а вторая, собственно, включает-выключает выхлоп, казалось бы, вот у тебя кнопки под рукой здесь, нажимая не хочу, особо тянуться никуда не надо, но на руле объективно просто не то чтобы удобнее, но сподручнее, и в принципе такое решение я скорее приветствую, мне нравится, как это сделано, приятная штука. По поводу сенсорных панелей, что мне в них нравится, что мне в них не нравится, нравится то, что они весьма вариативны, то есть у вас много возможностей управлять там под пунктами, без необходимости лезть непосредственно в меню и пользоваться тачпадом, который немного все-таки далек от удобства, причем самое удивительное, что экран здесь не сенсорный, это не MBUX, как на новых моделях GLE, а это пока что, насколько я понял, версия Command, вот, так вот эти тачпады в целом, они довольно функциональны, неплохо реализованы, разве что слышал такие жалобы, что при активном маневрировании бывает там можно задеть, что-то переключить, не знаю, правда это или нет, самому особо не доводилось пока пользоваться. Единственное, что мне не очень понравилось в плане удобства, то, что, к примеру, я по BMW-шной традиции привык держать руль вот так вот, на 3,9 часов, то есть вот тут и тут рука у меня. И в таком положении, в таком положении, если вы захотите пользоваться этими тачпадами, вы практически перестаете держать руль, вам не очень удобно. Когда вы, к примеру, держите снизу рулевого колеса, вам удобно пользоваться этими клавишами, там переключать треки, круиз выставлять и так далее, но тянуться уже к тачпаду не совсем удобно, то есть палец, но у меня лично не такой длинный, чтобы до него можно было нормально дотянуться и пользоваться. Поэтому самый удобный вариант, это вот такое положение руки. Вот так действительно классно. Закинули руку и спокойно, большим пальцем, как вам нужно, переключайтесь между режимами. Видимо, большинство владельцев Мерседеса именно так и ездит, хотя и на BMW, и на других автомобилях тоже нередко держу руку таким образом, мне в принципе комфортно, удобно. Но в плане именно вот такого академического хвата, конечно, немного лично мне показало, что некомфортно пользоваться этими сенсорными панелями. Это, я думаю, вопрос привычки. Здесь у нас джойстик, позволяющий отрегулировать угол наклона рулевого колеса, ну и вылет, соответственно. И слева расположена площадка, панелечка каких-то доп-функций. Тут у нас, я так понимаю, это обогрев руля, это у нас удержание в полосе, парктроники, отключение, проекция включения-выключения и клавиша, позволяющая приподнять автомобиль. То есть кнопки никак между собой не связаны, просто какие-то лишние функции, которым не нашли нормального применения здесь на центральной консоли какого-то расположения и скучковали их здесь. В целом, проблемы в этом тоже нет, просто это некоторый вопрос привычки. На что еще можно здесь обратить внимание? Ну, ладно уж покажу. Подлокотник, хоть и небольшой, но здесь у нас SD-разъем и два USB-разъема, не USB Type-C, а пока просто USB. Ну и какая-то выемка, углубление небольшое, не знаю, под что, но может быть какие-то монетки. Потолок черного цвета, почему-то не алькантара. Возможно, это опция, я допускаю, не изучал конфигуратор, но здесь ткань, за 15 миллионов здесь ткань. Мне лично это кажется немного странным решением, но, опять же, мало ли, какие у Mercedes'а свои могут быть нюансы и особенности. С точки зрения аудиосистемы, то, что я сказал, музыка действительно крутая, и в том числе, это связано с расположением динамиков. Как вы видите, здесь у нас есть центральный динамик потолочный, и еще два дополнительных потолочных по бокам, которые, собственно, создают 3D-картинку внутри машины. В BMW есть похожая система с аудиосистемой Bowers & Wilkins на X5 и X7 у вас добавляются в потолке вот здесь. И здесь дополнительные динамики, которые тоже создают такую трехмерную картинку. На, к примеру, седьмой серийной M5 почему-то такого не сделали, может быть, в рестайлинге появится, а может быть и нет. Не в курсе, честно. Но вот факт есть факт, этого нет. С точки зрения обзорности, вот, что мне нравится, что мне не нравится. Нравится то, что в целом посадка за рулем такая, что линия крыши на тебя не давит. То есть, лобовое стекло расположено довольно высоко. Обзорность хорошая. Стойки, тонкие, можно, в принципе, сказать, что они реально тонкие, хотя и наклонены близко к вам, но при этом съедает немного места. И зеркала стоят на таких шпилечках, за счет чего появляется небольшое, но все же, окошко и меньше вероятности, что там кто-то спрячется между зеркалом и стойкой. И реально, может какой-нибудь велосипедист или кто-то еще спрятаться, вы его не заметите. Здесь же все-таки риски некоторые в этом плане уходят. Зеркала, ну, крупные, в целом крупные. Наверное, чуть больше, чем на М5, не могу ошибаться, но, во всяком случае, картинка в них вполне достаточная. Да и в целом, вот эта линия, она какого-то дискомфорта именно в плане обзорности у меня лично не создает. По зеркалу заднего вида аккуратная, с красивыми рамками. Заднее стекло довольно крупное и подголовники, хоть они здесь и торчащие, интегрированные, но сильно не съедают обзорность через это стекло. Единственное, в нем маячит спойлер довольно высокий, но это особенность конкретной комплектации. Давайте посмотрим, что сзади. Машина, так или иначе, не купе, а четырехдверное купе, то есть задние места здесь также подразумевают перевозку кого-либо. Сначала по отделке все аналогично. У нас гладкая кожа сверху, гладкая кожа снизу, включая нижние именно сами элементы карт, матовые, карбоновые вставки, всевозможные диодные подсветки, динамики аудиосистемы, но только уже вверху. То есть, как видите, здесь внизу каких-то красивых динамиков нет. Есть вот такие вот почему-то обычные сеточки. Непонятно, почему так решено. Можно было тоже здесь сделать красивые алюминиевые вставки, но вот не сделали. Плюс есть обогрев, насколько я понимаю, заднего ряда. Стекла одинарные, задние, передние были двойные. То есть, в плане шумоизоляции, теплоизоляции, конечно, это тоже довольно весомый плюс. Дверь открывается на хороший угол. По меркам четырехдверного купе так вообще шикарный угол. Сам диван, как вы видите, здесь у нас четырехместное исполнение. Опционально может быть пятиместный, то есть нормальный диван, но здесь конкретно у нас он разделен на два посадочных места с очень крутой боковой поддержкой. Просто посмотрите, насколько здесь мощные вот эти боковые валики. Сейчас я включу дополнительный свет. То есть, вот я думаю, заметно. Они действительно сопоставимы с какими-нибудь сидениями в каком-нибудь, не знаю, там, спортивном хот-хэтче, да и даже в некоторых других автомобилях. Подголовники интегрированы из симпатичного дизайна с желтой прострочкой, мягкие, довольно приятные, желтые ремни. Здесь у нас проходят вот эти боковинки тоже. Вот на натуральной коже, видно, она морщенится, если мы на нее нажимаем сильно. И мягкие, прям как будто это ваш домашний диван, хоть это и спорткар. Ну и сама вот эта зона пятой точки, она утоплена вниз. Кстати, смотрите, как и у нас на моделях купе сзади вот такие аккуратные молнии, которые прячут изофиксы. Вот, молния открывается, за ними спрятаны изофиксы. У нас тоже на многих моделях купе сделаны именно так. Давайте присяду. Ну, посадка неоднозначная. Мне нравится то, как сиденья меня обнимают действительно очень плотно, хорошо, и даже если водитель будет ездить активно, меня здесь сильно болтать не будет. Но мне не нравится то, что у меня нету практически места для ног, то есть вот я упираюсь в сиденье, и вроде перед коленями, видите, кулак с вытянутым пальцем, запас приличный, но ноги не лежат на подушке, то есть они у меня слегка подвисают, плюс подушка не доходит до ног, там сантиметра 3-4, поэтому дальние поездки наверное все-таки здесь противопоказаны, при том, что рост у меня 175 сантиметров, я далеко не самый рослый. Зато из плюсов над головой, даже если я полностью откидываю голову назад, я не упираюсь головой в потолок, то есть у меня остается 3-4 сантиметра. Ну и из удобств здесь два подстаканника, ниша, дефлектор обдува и отдельный климат-контроль позволяет меня температуру слева и с правой стороны. Единственное, что немножко странно, то что нету подлокотника никакого, но правда зато есть два USB-разъема, ну и собственно площадку, куда я видел, можно кинуть смартфон. Ну и давайте покажем багажник, все-таки это 4-дверное купе с неплохим багажным отсеком. Конечно, очень высокая зона погрузки на уровне фонарей, но зато с точки зрения самого доступа к багажному отсеку за счет того, что у вас как бы кузов лифтбэк с открывающимся задним стеклом, сам объем весьма приличный визуально, хотя заявленные цифры там что-то в районе 400 литров, но вот так по ощущениям кажется, что больше. И по глубине это явно больше метра, по ширине тоже, думаю, около метра будет, причем здесь прям вот в BMW ничего подобного я не видел. Здесь, видимо, стоит сабвуфер дополнительный, тоже отделан красиво вот так вот металлом по ощущениям непонятно, скорее всего, даже не пластик, а именно металл. Из удобств есть крючок, есть резинка, фиксатор, с правой стороны тоже самое крючок, 12-ти вольтовая розетка, ну и подполье, вот оно. Если его открыть и приподнять эту крышку, то здесь видно баллон компрессора пневмоподвески, ну и причем видны тоже технологии облегчения и веса автомобиля. Вот эта вся вставка, вот этот поддон, можно сказать, он выполнен из карбона. То есть, по-аналоге, как у нас в моделях BMW, там 7-ки есть, в 8-й серии есть карбонные элементы, тоже самое сделано здесь. Ну, такое технологичное, неплохое решение. ну и напоследок, обещал дать послушать звук выхлопной системы и показать, как подруливают колеса, я постараюсь это сделать в одном кусочке видео, поэтому, собственно, давайте насладимся и тем, и тем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Даже на холостых, когда вы перегазовываете, именно газовываете немного, у вас при сбросе газа появляются такие хлопки, пощелкивания. Здесь почему-то этого нет, не знаю, может быть, это конкретно сейчас машина не прогретая так, не издает никаких звуков. Может быть, в принципе, особенность выхлопа АМГ, но звук отличается. То есть звук реально отличается, он более басовитый, он более глубокий, такой более злой, но при этом без хлопков, без прострелов. Хотя, в принципе, я думаю, что претензий к выхлопу АМГ автомобиля никогда не было и быть не может. Ну и напоследок посмотрим, что же здесь под капотом. Собственно, тот самый V8. Вот он, объемом 4 литра. Тоже двигатель ставится и на обычный АМГ GT Roster, и, в принципе, на многие другие модели Mercedes и АМГ, и, насколько я знаю, на некоторые рядовые модели. Ну, то есть это хороший, надежный, тяговитый, мощный, с высоким запасом прочности движок, объемом 4 литра, конкретно здесь заряженный по максимуму на 639 л.с. и 900 ньютон-метров крутящего момента, состыкованный с коробкой передач 9-ступенчатый Speedshift MKT. То есть это не робот, это как бы классический автомат, у которого вместо гидротрансформатора стоит мокрое сцепление, специальные ванночки, то есть они тем самым делают момент подключения, переключения, передачи энергии непосредственно от двигателя, от коробки передачи колесам, чуть быстрее, чуть более эффективнее, нежели классический гидротрансформатор, потому что у него все равно определенные потери есть. Здесь потери снижены максимально, насколько это возможно, за счет чего в том числе и достигается такая динамика разгона. Ну и относительно расположения двигателя, если вот так посмотрим, конечно сложно определить четкие границы движка, поскольку у нас довольно крупная крышка, прикрывающая всю эту красоту, но по факту, вот если отталкиваться от этого элемента, видно, что все же он слегка, но смещен к носу автомобиля, то есть он висит над передней осью. Какая здесь развесовка, информации у меня нет, но я думаю, что она все-таки близка к идеальной, но так или иначе расположение двигателя чуть смещено вперед, нежели, к примеру, как у нас BMW, там по максимуму задвинут он назад. В остальном подкапотное пространство аккуратно прикрыто всевозможными щитками, вот у нас радиатор здесь в легкой доступности, отдельно почему-то он не закрыт. Ну и, собственно, все прикрыто всевозможными защитными такими металлическими накладками, поскольку двигатель горячий, по аналогии с нашим 4.4, здесь тоже самое V-образная восьмерка, у которой турбина расположена в развале блока цилиндров, то есть внутри блока цилиндров, тем самым достигается более компактное расположение и более быстрый отклик на нажатие педали газа. Причем шумоизоляция подкапотного пространства тоже, как видите, разделена на два элемента, это и шумоизолирующий вот этот элемент, и теплозащитный, потому что двигатель действительно очень горячий, его надо максимально отгородить от каких-то прочих внешних элементов. Ну и, собственно, подводя итог этой презентации, AMG GT четырехдверное купе, хотя по факту пятидверное, очень крутой спортивный автомобиль, внешне максимально агрессивный, да, насколько может быть только Mercedes, такого размера, такого формата агрессивным. И при этом эта агрессия, она подкреплена реально динамикой, и неплохим интерьером, сами убедились, он немного заигрывает, в том числе с молодежной аудиторией, но при этом есть там и такие чисто функциональные, удобные моменты, которые в повседневной эксплуатации могут быть полезны владельцам такого автомобиля. Мне машина понравилась, как конкурент, прямой конкурент это M8 Grand Coupe, которая пока что не появилась, но в скором времени, конечно же, будет анонсировано, показано и пойдет в продажу. Цена будет, я думаю, что тоже примерно те же 13-15 миллионов рублей. Ну и посмотрим, посмотрим на статистику продаж, посмотрим, какой автомобиль выиграет эту битву, хотя, мне кажется, у каждого из них есть своя аудитория, поскольку даже дизайн у них очень сильно отличается. Разная философия, разные идеологии, но одинаковая цифра разгона 3,2 секунды до сотни. Если вам понравилось данное видео, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на инстаграм-канал AssoTourPrice и AssoTourBest, обязательно пишите, какой еще автомобиль заснять, какую модель Mercedes вам интересно посмотреть, я постараюсь это учесть в дальнейшем, и по максимуму вам это все показать и рассказать. Спасибо вам за просмотр и пока!